Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Сегодня с вами Ирина Чекунова. А в гостях у меня очень интересные люди, которые расскажут о не менее интересном проекте. Итак, представляю. Протеерей Роман Манилов, директор фонда Екатерины Бакуниной, председатель отдела культуры Тверской епархии, член общественной палаты города Твери. Отец Роман, добрый день. Здравствуйте, Ирина. Михаил Георгиевич Андерсон, преподаватель спецдисциплин Тверского промышленно-экономического колледжа, член Союза фотохудожников России. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. И студенты третьего курса отделения творческих специальностей техника и искусства фотографии Тверского промышленно-экономического колледжа. Все правильно, ребята, да, назвала? Да, правильно. Итак, Александр Нефедов у нас. Добрый день. И Олег Егоров. Здравствуйте. Здравствуйте, ребят. Объединила всех нас за сегодняшним круглым столом ваша недавняя поездка в Севастополь. Вот кажется, да, отец Роман, мы очень много вот в программе «Тема дня» говорили о связях, о таких дружественных связях, которые объединяют Тверь и Севастополь. И вот новый молодежный проект на сей раз, да, разработанный фондом Екатерины Бакуниной и отделом культуры Тверской епархии. Название необычное. Вы знаете, когда я прочитала, мне даже вот, ну, как-то отрепь одолело. Называется «Встретимся на кладбище». Ну, ну как? Вот когда вы, ребят, первый раз, когда вы узнали, вот как это, как это «Встретимся на кладбище-то». Нас тоже это удивило очень сильно. Да? Нам когда сказали это название, мы такие... Как? На каком кладбище? На каком? Когда вы встретились? Когда? Через сколько лет или дней, да? Сколько там по времени осталось? Да, 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 да. Почему такое название «На каком кладбище встретимся?» Я тоже удивился, как учитель, как я это объявлю детям. А первоначально проект был рассчитан на детей, на студентов, да? На молодежь. На молодежь. И, отец Роман, в прошлом году не об этом или проекте по весне вы мне рассказывали, когда меня звали, приглашали, была первоначальна. А я человек походный, у меня отпуск один, и мы уходим на месяц с рюкзаками. И поэтому, к сожалению, я не могла больше посвятить. Но вот я так подумала, что именно вот этот вариант, да, был? Да, дело в том, что, знаете, проект родился не случайно, не спонтанно. Дело в том, что однажды я прочитал очень большой такой материал в одних из тверских СМИ о том, как безобразничает, ну, такая современная молодежь на наших кладбищах. О том, что за последние два года более 300 могил уничтожено на кладбищах Тверской области. О том, что совершается не только акты вандализма на могилах. И совершается вот такое, как бы, глумление над памятью тех людей, которые там похоронены. Я тут соглашусь, я здесь роман перебью, потому что они дали, как вам в прошлом году, я выезжала в программе патрульная служба, Конаковский район, по-моему, там что-то было невероятное. Потому что там более, около 50 могил было изуродовано. И вопрос, кому и зачем это надо. Что больше делать нечего. И получается так, что, я так подумал, что надо как-то вот эту проблему кладбища освещать несколько с другой стороны. Конечно, можно на каждом кладбище поставить по-полицейскому, что не хватит полицейских. То есть, ну, надо показать, может быть, молодежи о том, что такое кладбище в русской культуре и в истории народа. Кладбище — это не просто захоронение умерших людей. То есть, мы, например, если бы побывали на старинных кладбищах Санкт-Петербурга, сохранившихся кладбищах Москвы, то есть, это просто места культурного влияния, культурной памяти, культурного наследия. Кладбище — это место, наверное, философского осмысления человеком в своей жизни. Мне кажется, любой человек, входя на кладбище, должен задуматься о том, что, ну, когда-то придет время, и я буду лежать на этом кладбище. И что останется обо мне в исторической памяти, в памяти горожан, в памяти тех людей, с кем я общался? Проживу ли я жизнь, вот как те люди, которым ставят памятники, о которых пишут книги, и могилам которых не зарастает тропа? Или моя память стерется, как и зарастет бурьяном эта могила? И родился такой вот проект, связанный именно с путешествием по историческим кладбищам. Дело в том, что для города Твери нам это сложно понять, потому что, к сожалению, в Твери все исторические кладбища уничтожены. И вот сейчас один из таких энтузиастов, вы, наверное, его знаете, восстанавливает Волынское кладбище. И дай бог, чтобы у него это получилось. И поэтому нам, где мы посещаем Лебедевы или Дмитровы Черкассы, как-то у нас совсем другое отношение к кладбищам. А вот в Севастополе, на тот проект, который мы разработали, там сохранились именно мемориальные кладбища, возраст которых 200 лет, 300 лет, где похоронены основатели Севастополя, защитники известные, герои города, о которых складывают песни, пишут книги. И мы решили очень необычно назвать этот проект. Вот так креативно, специфически, помолодежно, встретимся на кладбище. На самом деле, вы не только удивились, очень многие даже негативно относились к такому названию. Но я скажу, самое главное дело в том, что этот проект поддержал президента Российской Федерации. Да, после такого-то как бы негативно не относились. И спасибо фонду президентских грантов, который выделил средства на его реализацию. Этот проект будет реализовываться в этом году, в 2021 году, в следующем году. И он будет состоять из посещения исторических кладбищ, исторических могил, изучения биографии тех людей, которые там похоронены. А всех этих людей объединяет общая тема. Связь Твери и Севастополя. Вот как тверские герои прославились в Севастополе, и вот такой проект с посещением могил тех героев, которые защищали, восстанавливали Севастополь. И вот одна из первых таких поездок была совсем недавно, в середине сентября в Севастополь. Вот ребята в ней приняли часть. Я думаю, они могут ответить. Сейчас интересно, просто вот, ребят, да, вы сразу вот посыл отца Романа, что этот проект не на один год. Вы готовы в следующий раз встречаться на кладбище? В следующем году? Ну, конечно. Да? Ну, давайте начнем с того, что вот как вы согласились, чтобы принять участие? Вы будущие фотографы, как вот техника искусства фотографии у вас, да? Да, мы обучаемся в Тверском промышленно-экономическом колледже на специальности техника искусства фотографии. Вот. И нас, скажем так, выбрали в качестве фотографов на вот это мероприятие, ну, проект. А вы в Крыму первый раз? Да. В Севастополе, естественно, тоже первый раз, да? Что ожидали и с чем столкнулись? Вот как, что поразило ребят вас, вот прежде всего? Очень теплый климат. Климат, сразу, наверное, въезжаете. Да, вы на чем ехали, кстати? На поезде. На поезде, да? И как вы выходите? Сразу вот этот климат, этот воздух другой. Да, это был теплый воздух, потому что мы уехали с холодной Твери, еще и дождь шел, а приехали в теплый Севастополь. Тут так хорошо, приятно было. Море. Море. Море, да, сразу же? Море первый раз увидели? Да. Уже было, да? А было у Олега. Итак, кто-то встречал, как люди вам? Вот как встречали тверских гостей? Ну, ребята могут рассказать, потому что вы были в школе, номер 26, и в колледже. Ну, да, да. Ну, вот эта программа, я так, я знакомилась вот со статьей о вашей поездке, просто очень обширная программа. Вы сколько там дней были? Ну, дней 10. Дней 10, и за эти 10 дней, чего только у вас в программе не было, да? Мы большее количество экскурсий посетили. По приезду в Севастополь мы побывали в педагогическом колледже имени Петра Менькова. Там мы выставку открыли, которая называлась «Лев Толстой и Тверской край». Ой, это как раз обсуждалось вот за этим круглым столом. Очень многие жители нашего региона, они удивились, услышав нашу информацию, да? Что, какая связь, что может объединить Лев Толстой и город Твери? Оказывается, очень много. А вот кладбище само, вы когда попали, вот эти вот ощущения, вы пришли туда как в музей, вообще, вот как, что это соприкосновение с историей? Конечно, да, потому что там много людей, которые связаны как с Тверью, так и с Севастополем. Тот же самый архитектор Петропавловский. Да, да. Ну, у него была скромная могилка, мы, естественно, ее брали, то есть сделали ее благоприятной. То есть еще физически работали, да? Да, еще и физически работали. Субботник такой своеобразный, так он учился. Да, да. То есть, ну, и было очень так интересно то, что, ну, многие такие... А детишек сколько вообще у вас студентов ездило? Трое. Трое. Трое, еще один человек, да, с вами? Да, мы с вами не смогли. Ага, и Михаил Георгиевич как руководитель группы, да? Да, да. А вы как, вы учили, Михаил Георгиевич, ребят, вот, техники фотографии, ну, или это ваш процесс, естественно, в течение года вы учите. А там вот что, вы контролировали или как-то вместе учились будущие выставки? Сейчас объясню. Да. Вот в нашем промышленно-экономическом колледже существует комплексный подход к образованию вообще. То есть, у нас студентов творческих специальностей готовят по нескольким направлениям. То есть, там есть и живопись, есть непосредственно техника искусства фотографии. И потом Антонина Анатольевна Курилова, наш директор, вникает во все творческие проекты всегда и дает очень умные напутствия. То есть, как готовятся. Именно по этапам разбирает каждый проект и направляет, на что обратить внимание. Ребят, непосредственно я учил техникой общению с фотокамерой, методики съемки в экстремальных условиях и даже вплоть до того, что техники безопасности и этикету. Вот там, непосредственно в этой поездке. Непосредственно я просто с ними работал и просто радовался вместе с ними, что мы осуществляем такое важное дело. Давайте мы здесь перерываемся на небольшую рекламу и об этом важном деле поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Я сегодня продолжаем разговор, у нас же целый цикл программ, называется он «Тверской Севастополь». Совсем недавно наши гости сегодняшнего эфира вернулись из очень познавательной поездки по городу Герои Севастополь и организовали эту встречу фонд Екатерины Бакуниной совместно с отделом культуры Тверской епархии. Вот Михаил Андерсон говорил до перерыва, что радовались вместе с ребятами, что попали на Крымскую землю, на Севастопольскую землю и что стал возможен такой проект. Понимаете, мы выражаем признательность и отцу Роману за содействие, за его именно истинную благотворительную миссию. И вот искренне говорим, что отец Роман настоящий патриот и без его огромной работы подготовительной эта поездка была бы просто невозможна. То есть здесь комплексный подход. Без подготовки студентов, профессиональной, трудно было бы послать неподготовленного человека, потому что мы, как представители этой миссии, наша цель донести до тех людей, которые это не видят и популяризовать и расширить этот проект. Конечно, кажется, что это далеко. Вот мы в Твери, там все далеко. Кстати, ребята, вы готовились перед тем, как перед этой поездкой что-то читали, как-то узнавали о чем-то перед тем, как туда поехать? Ну, нам отец Роман выдал текст. Альбом ознакомительный диплом. Да, да. Молодежь же говорит текст. Молодежный сленг. Выдал нам ознакомительный альбом. Мы изучили его, чтобы туда приехать. Ну, мы участвовали в Севастополе в съемках документального фильма о Тверских защитниках Севастополя. Улица героев будет, да? Да, Улица героев. В качестве ведущих. Ага, в качестве ведущих, да? То есть мы вас увидим в документальном фильме, да? Отлично. То есть вы уже, прежде чем говорить о том, что о чем-то в кадре, вы должны посмотреть, о чем вы толкуете, да? И умение работать с камерой. Да. А съемка с кинокамеры кто ездил? У нас такой партнером этого проекта был Тверской областной дом народного творчества и Николай Данилович Осипов. Который здесь же был же у нас в нашей студии. Да, ведущий специалист по киновидеотворчеству. Вот он занимался видеосъемкой. Ну, вот у ребят-то была такая миссия, почему мы избрали именно тех студентов, которые занимаются фотографией. Потому что мы хотим сделать такую фотовыставку для Тверичей. И чтобы представить все объекты, которые имеют отношение к Тверской земле, фотографии и выставить на эту выставку. Чтобы все посмотрели, как тесно связано Севастополь с Тверским краем. А где можно будет эту выставку? Это где-то в общедоступном месте, да? Или непосредственно в колледже? Ну, эта выставка, я думаю, будет на нескольких площадках. Наверное, самая главная площадка будет как раз в следующем году. Это когда будет праздноваться ежегодный общероссийский праздник, день воссоединения Крыма с Россией. Это, по-моему, в марте. Да, это марте. Еще мы хотим эту выставку провести в Тверской городской думе, чтобы наши чиновники, наши депутаты посмотрели, как тесно связано Твери и Севастополь. Чтобы проект, может быть, был еще поддержан на муниципальном уровне. Это вообще было бы замечательно. И, конечно, в колледже. И в колледже, да. Потому что, наверное, не все и студенты знают. Кстати, раньше были модные политинформации. А тем более, что сейчас приезжают ребята откуда-то. Вечер встречи. Да? Прошел же или запланирован? Ирина, в наше время это очень актуально, потому что, как принято говорить в зарубежных СМИ, существует истерия по поводу Севастополя, присоединения Крыма. Ну вот, конечно, конечно. Не утихали. Тема эта очень актуальна. И, действительно, побывав на крымской земле, именно в городе Героя Севастополя, мы убедились, насколько эта тема важна сейчас. И насколько важна вот именно правдивая, честная, откровенная рассказ о том, что было на самом деле. Потому что то, что происходит сейчас, начиналось еще в 1850-е годы, во времена Крымской войны. И сейчас, кстати, люди, что увидели в эмоциях людей, с которыми общались? Насколько интересна им эта тема, возрождаемая вами? Ну, дело в том, что мы с 2014 года каждый год посещаем город Герой Севастополь. У нас уже много друзей. Вот ребята, наверное, заметили, да? И в школе, и в колледже, и среди экскурсоводов, с которыми мы общались, что в Севастополе вот эта тема, присутствие Тверской славы, она уже очень хорошо известна. И там было установлено даже несколько памятных знаков, посвященных Тверским героям. И вот сейчас вот в эту поездку, кстати, была найдена могила Тверского архитектора, который очень много сделал для Севастополя. Очень много построил зданий, памятников, архитектурных пространств. И вот сейчас тоже такая большая задумка установить ему мемориальную доску на одном из зданий, которые он построил, чтобы еще одно имя нашего уроженца Тверской земли как-то было отмечено в Севастополе. Я перебью, отец Роман, но вот именно говорили о том, что хорошо, если бы была фото-выставка в стенах той же самой Тверской думы. А вот это вот с инициативой установки мемориальной доски именно Общественная палата Твери и фонд Екатерина Баконина. То есть уже люди как бы к верхушке власти, стоящей в нашей области столицы, к этому уже какой-то приложили свои усилия. Да, надо сказать большое спасибо председателю Общественной палаты города Твери Вадиму Рыбачку, тоже историку по образованию, по первому своему образованию. И вот уже он запустил этот проект установки мемориальной доски и уже макет доски уже готов. И речь идет об архитекторе как раз Петропавловском, о котором ребята вы упомянули, да? Вы сами первый раз услышали это имя там, вот непосредственно когда занимались, в том числе участием в документальном фильме. Да, мы первый раз услышали. А здания видели, которые он построил по его проектам там? Да, их там уже очень много. То есть там этот человек известен, да? Ну, как сказать известен? Вообще, я обратил такое внимание, что у нас в Твери, и это тоже и в Севастополе, вообще как-то тема архитектуры, она выпущена из общественного сознания. Вот что у нас в Твери, посмотрите, вот у нас наш архитектор Петр Никитин после Великого пожара Твери там в XVIII веке полностью отстроил Тверь, да? Его имя никак не увековечено на нашей Тверской земле, да? И вообще, очень как-то архитекторы почему-то из исторической памяти, они выпали. И такая же история почему-то и в Севастополе. То есть те многие люди, которые восстанавливали Севастополь после Великой Отечественной войны, то есть как-то они почему-то, в отличие от генералов, от известных адмиралов, их память, конечно, почему-то менее известна, они менее заметны. И, может быть, это общая такая тенденция вообще вот такого в историческом сознании. Имеет смысл, почему не обратить на это внимание, вот еще одно направление для движения отец Романова. Тем более, помните, мы ребята шли там и говорили, вот посмотрите, это здание построил там наш архитектор, вот это здание построил наш архитектор, вот это он же построил. Ага, и он же построил, да? Построил у него в Севастополе, как известно. Ага, и именно так, могила его находится в нормальном состоянии? Ну, дело в том, что он умер в 2000 году. А, это совсем недавно. Недавно, то есть прошло там 21 год. И хотя крест уже треснут, его основания, но пока могила в приличном состоянии. Я думаю, что Тверское сообщество, ну, будет следить за состоянием этой могилы. И если потребуется какая-то помощь, она ее окажет. Как вот, вот вы сказали, что Тверское сообщество будет в связи с состоянием. У вас очень интересная встреча в одной из могил произошла, насколько вот неизвестно, в Севастополе, да? Может, в Террибе, в Террибе помните. Давайте помните, где женщина подошла, женщина, да? Там кому могила, командующего Черноморским флотом, да? Да. Адмирал Филипп Октябрьский. Что это за женщина? Кто такая? Вот что вы можете сказать о ней? Ее зовут Нина Алексеевна, и она непосредственно ходит на это кладбище. Там рядом с могилой Филиппа Октябрьского посажена маленькая сосна. Которая привез человек, который служил на крейсере имени Октябрьского, да? И у них получилась такая интересная встреча, то, что он, получается, приехал в Севастополь. С Дальнего Востока. Да, с Дальнего Востока. И вот эта женщина, она увидела на нем футболку с изображением этого крейсера. Надо же. И она поинтересовалась, он рассказал свою историю, то, что он служил именно на этом крейсере. И он приехал в Севастополь, чтобы посадить это деревце рядом с его могилой. А деревце из Дальнего Востока. То есть, как бы память, память Дальнего Восточника. Слушайте, ведь это же как прижилась, кстати, это? Соснава, говорит? Да. За ней выхаживают. За ней выхаживают. Вот она как раз и приходит ухаживать. С пути на работу, заезжает туда и поливает. Обалдеть. Каждый день, получается, да? Да, сейчас каждый день. Ну, вот по зову души. То есть, вот это, Ирина, встреча на кладбище. Ну, встреча, вот встреча, да, да, да. Вот как назвали, как вы их назовете, так она и плывет. То есть, туда приходят не только вот со скорбью, а туда приходят торжественно, думают вообще вот действительно о смысле жизни и думают, и вспоминают вот тех героев. И приходят с благодарностью тем героям. Просто с искренней благодарностью. Это великое дело. На самом деле, это очень важно. И это очень важно, что в Севастополе вот я ощутил реальную связь поколений. То есть, там вот действительно, что несколько сотен метров проходишь, мемориал, какой-то памятный знак, памятная табличка. То есть, весь город буквально насыщен памятниками героического прошлого. И история оживает. И вот когда отец Роман рассказывал, мы вот перед глазами возникали те картины героических подвигов. И наших земляков, и вообще защитников. Ребята, вы, ребят, приобщились, кстати, вот эта женщина, которая ухаживает за этой сосенкой, но фактически за могилой, она будет героиней одного из сюжетов этого фильма документального? Да. Нам удалось это заснять. Заснять, да, удалось, да? Мы сделали их фото. Очень-очень такая душераздирающая история. Дело все в том, что ребята делали и репортажные снимки непосредственно действия, и делали и постановочные снимки, и фотографировали, и архитектуру, и здания, и мемориальные таблички. То есть, все, что касается вот именно нашей темы. Слушайте, очень хорошая практика, да, во всяком случае. Если вы назвали такие абсолютно разные жанры, да, то ребята школу хорошую там получили. И для себя, и для души, и для техники будущей профессии. Но самое главное, они осознали, что их профессия очень нужна обществу. Вот это самое главное, общественная значимость. Мне кажется, знаете, Ирина, вот, может, ребята тоже расскажут. Дело в том, что у них в Севастополе произошла встреча, ну, с самым известным крымским фотографом. Может, ребята расскажут. Юрий Юганс. Ой, да, было бы интересно. Который сделал им мастер-класс. Мастер-класс, да, прошу? Да. Замечательно. Человека зовут Юрий Юганссон, это известный фотограф, севастополей блогер тот же. Он снимает очень, ну, тоже репортажи, как он сам говорит, он не считает себя фотографом. Он так сразу нам и сказал. Да, рассказал о своем, ну, как работать с техникой, что, ну, какие подходы можно применить. Показал на примере, как можно это все сделать. И просто рассказал, с чего он именно начинал. А, кстати, ваш педагог, Михаил Георгиевич, были на этом мастер-классе? Да, были. А вы с интересом тоже для себя что-то подчеркнули? А то, может быть, ревность такая. А чего это вот тут учится? Мы учим, что не хуже. Нет, 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 знаете, у меня, наоборот, не ревность, а гордость за то, что мы учим правильно. Мы учим по всем вот стандартам. И пообщавшись с коллегой, практически ровесником по возрасту, очень опытным фотографом, мы убедились, что и наш колледж в плане профессиональной подготовки на правильном пути. То есть, первый раз, вот, вижу человека в жизни, человек тоже первый раз видит меня. И он понимает, что я привез не просто студентов, а это настоящие профессионалы, которые уже знают, о чем идет речь. И мы общались. Юрий Аркадьевич очень интересно рассказал и про историю. И как он начинал снимать Севастополь, потому что он коренной севастополец. И он убедил нас, что, ребят, вы-то вообще реальные молодцы. И, конечно, я был горд и за наш колледж, и за студентов, и за уровень нашей подготовки. А, кстати, третий год, третий курс, третий курс, это последний курс? Да, это последний курс. То есть, вы уже выпускники? Да. А потом, вообще, профессии фотографа действительно востребованы? Вот в обществе или надо поискать? Знаете, в наше время, во время массовой цифровизации и вот смартфонов, всяких мыльниц, конкуренция резко обострилась. Но именно очень тщательно подготовленные профессионалы для таких крупных проектов и для репортажей, и для телевидения, и для прессы всегда востребованы. Отлично. То есть, как раз для ребят вот это была огромная практика. А ревности у меня никакой. А ну мало ли. Нет, я сразу понял, что я приехал как будто вот к себе домой, потому что в Севастополе я был последний раз в 76-м году и увидел, как город изменился в положительную сторону. Ну надо же, в 76-м году крутые времена Советского Союза. Ну, крутые времена, так сказать. Ну, да. Ну, Ирина, получается так, что, знаете, вот всегда встреча с человеком в влюбленную профессию и глубоко в нее погруженным, даже если ты чисто технически оттуда что-то не вынесешь, но вот этот образ этого человека, общение, оно всегда запомнится на всю жизнь. И как такой вот ориентир, как можно работать, к чему можно стремиться. Как маяк. Вот как такой маяк, я думаю, что вот ребята, наверное, посмотрели его интернет-дневники, сайты, сайты, просто есть вот путь, куда двигаться, как идти и работать в каком направлении. А, кстати, интернет-проект какой-то будет с кем-то делиться, может быть, посылать фотографии или выставка, экспонаты туда, с кем познакомились в Севастополе? Ирина, так вы знаете, мы отсняли такой огромный материал, что сейчас мы физически, в связи с учебным процессом, который никто не отменял, разбираем эти материалы. Ну, как мы раньше занимались параллельно комсомольской работой до ночи. То есть мы сейчас вот до ночи и отбираем снимки, и очень трудно сделать выбор, потому что мы отсняли очень много значимых мест, и вот совместно и с отцом Романом снимки также советуемся с нашим директором Антониной Анатольевной Куриловой, что отобрать до будущих выставок. Отлично, обязательно пригласите, не забудьте пригласить, это очень интересно. Еще один информационный повод, у вас просто у меня по пункту буквально, установление информационной таблички у разрушенной могилы мемориального братского кладбища Севастополя. Кому табличка? Николаю Лазареву, лейтенанту. Участнику Крымской войны? Да, участник Крымской войны. Это разрушенная могила, почему? Потому что кто-то там не ухаживает, как-то история одинаковая во всех городах, или как? Нет, просто могила, он погиб в 1855 году, и понятно, что с того времени кладбище, оно претерпело много таких вандализмов в советские годы, послереволюционные годы, а еще были бои во время Великой Отечественной войны. То есть многие на территории кладбища, на храме, который мы посещали, ребята даже с благословения настоятеля этого храма, протерея Георгия Полякова, они поднялись на колокольню, а в год Великой Отечественной войны там стоял немецкий пулемет, и понятно, что его пытались уничтожить, и кладбище обстреливалось, и могилы могли порушиться просто вот вследствие боев. Там нету, то есть могила получилась как бы безымянной, непонятно, кто там лежит, и вы поставили опознавательную табличку, что это наш земляк, и в дальнейшем, если получится, будет какое-то надгробие восстановленное, если получится. Ну, дело в том, что кладбище, оно мемориальное, и там все работы, они должны согласовываться с соответствующими органами по охране культуры, памятников, и поскольку, к сожалению, не сохранилась фотография, как выглядела могила, то и сейчас там несколько блоков от могил разбросанных, поэтому, мне кажется, восстановить будет очень трудно. Но то, что вот мы сделали, что каждый человек, проходями этой могилы, она находится на центральной аллее, сможет подойти, прочитать об этом герое, и любой человек, который приедет с Тверской земли, тоже может порадоваться, что здесь лежит его земляк. Кстати, Тверские там, ну, конечно же, бывают, бывают, наверняка, да не встречали, нет земляков в эту поездку, нет там. Ну, знаете, вот так получилось, что мы жили в гостинице, вот наша взрослая часть группы в одной, и когда мы туда пришли, оказалось, что женщина, которая работает приемщицей, ну, как это называется, консьержской, да, из Вышнего Лачка. А, ну вот, это замечательно. Кстати, вернемся у тех, кто бывал тоже на Тверской земле, к нашему очередному герою Лев Николаевич Толстой. Были толстовские чтения, где они проходили? Чтения прошли в школе номер 26 города Севастополя, которую мы посетили. Эта школа носит имя Тверской сестры Милосердии Екатерины Бакониной. Ребята расскажут, наверное, что им понравилось в музее, они посетили этот замечательный музей имени сестры Милосердии Екатерины Бакониной. Вот я со старшими учениками школы провел такие толстовские чтения, где мы рассуждали, рассказывали о связях великого русского писателя с Тверским краем через Севастополь. Дело в том, что Лев Николаевич Толстой, и ребята тоже погрузились в эту тему, не всегда был великим русским писателем, не сразу им стало. Да, родился не писатель. Он воевал в Севастополе, защищал этот город в Крымскую войну. И вот во время обороны Севастополя он встретился с каким-то тоже потрясающе невероятным количеством тверских наших земляков, которые тоже защищали Севастополь. С ними подружился, с ними познакомился. Потом эта дружба сохранялась на многие годы, и некоторых из них он описал в своих произведениях о Севастопольске. Рассказы «И война, и мир». А выставку «Лев Толстой и Тверской край» мы открыли в педагогическом колледже Севастополя, который носит имя Тверского героя Петра Аменькова. Ребята помогали открывать. Кстати, вы помогали открывать выставку Леву Николаевичу. А литература у вас есть? Преподается у вас в колледже литературы? Преподается на первом курсе. Первый курс, да? А Лева Николаевич только в школе или там тоже в колледже Толстого изучали? «Война, и мир» изучали. Сейчас ведь есть еще, продолжают еще изучать школьники «Войну, и мир». Вот я не знаю, сейчас далека от школы. Ну, может быть, в каких-то старших классах только. Ну, конечно, это не для маленьких произведений. Да, просто-напросто мы обсуждали уже, что некоторые предлагают вообще убрать классику из предмета литературы, русскую классику. Нечего, мол, там учиться. То есть вы знакомы с произведениями Льва Николаевича, да? И вот что, как вы открывали, что вы там помогали делать вот эту выставку? Вешать картины. Ну, мы сначала их туда привезли и помогали. За один день пришлось. Да, за один день пришлось. Это колоссальная работа. Смонтировать очень большую выставку. Там более 10 картин и около 30 материалов, фотодокументов. А привозили картины, как обычно, в поезде. Да, да, да. В поезде. То есть это вы еще и тащили, то все помогали. Самолет поднять не мог. Ага, да. Потому что это целый кладезь русской литературы. Конечно, это не под силу самолету. И то есть за один день вы фактически вместе со взрослыми все организовали. Готовили вернисаж. На следующий день уже, получается, была сама выставка, куда приезжали ученики школы номер 26. И студенты колледжа. Да, и им, каждому участнику этого события, был подарен буклет-путеводитель с описанием всех картин. Представленных. Ага, ага. Вообще-то знакомства какие-то произошли у вас? Познакомились с ребятами с местными? Может, дружба завязалась? Ну, очень был плотный график. Некогда. Некогда было, да? Ну, еще, знаете, Ирина, все-таки такая обстановка. Мы должны сказать спасибо и руководству колледжа Севастополя, и школе. Потому что ковидная ситуация, она все равно очень напряженная. Да, да, да. И то, что нам позволили там все это провести, эти мероприятия. Конечно, очень большая благодарность. А вот, к сожалению, из-за этой ситуации не произошло вот такого более теплого, тесного общения. Вот быть. Но это произойдет в следующем этапе нашего проекта, потому что уже теперь севастопольские ребята приедут на Тверскую землю. То есть они уже, а когда ожидается, если все нормально, на следующий год или как? В мае следующего года. То есть это вот уже будут, вот, как вы народы, ну, народ-то один, города-побратимы, это точно, да? Это уже родня, породнились. Это действительно, города-побратимы было очень искренне открытое общение. Было очень, был просто очень радушный прием всей нашей делегации. Рассказывали, все показывали. Были экскурсии и непосредственно, вот, как теперь проходит тот процесс обучения в Севастополе. Как именно в Севастопольских школах, да? В Севастопольских школах, да. После присоединения к России. Да, после присоединения к России. Мы реально видели вот очень большие наполненные классы, довольных детей, довольных педагогов. То есть видели реальную обстановку. И обстановка, она реально очень благоприятная. И очень памятная встреча произошла на территории Нахимовского училища. Высшего военного, да. Где отец Роман тоже организовал большую встречу в музее Нахимовского училища. Там уже курсанты были, да? Мы хотели, знаете, мы хотели... Дело в том, что сейчас шесть человек, тверских парней, учатся в высшем черноморском военном училище именно Павла Степановича Нахимова. И мы хотели тоже с ними встретиться. Но встреча не произошла, потому что учебный процесс, там были какие-то мероприятия в училище проходили, что ребята не могли снять занятий. Вот, и тоже спасибо училищу, что нам показали музей, который там находится на территории этого училища. И удивительно, такую батарею времен Первой мировой войны, которая принимала участие и во Второй мировой войне. Такие бункеры, батарейные бункеры на берегу прямо Черного моря, которые защищала Севастополь вот с той точки. И мы прошли в этот бункер, посмотрели, и можно было представить, как там нашим советским воинам было тяжело, не тяжело, в каких условиях они защищали город. Просто, да, посмотреть, как оно было на самом деле. Что бы ни говорили, да? Что бы ни говорили. Потому что историю нашей страны пытаются очернить каждый день, каждую минуту. И переписать. И переписать по-своему, как выгодно. То есть, те, кто был на настоящем бастионе, там чувствуется действительно и запах сырости, и даже такое ощущение, что запах пороха присутствует. Вот этого металла, окалина, и вот этот вот сумрак. То есть, обстановка, она не бутафорская, а там собраны подлинные предметы исторические. Вот вы знаете, друзья, вот мы с вами разговариваем, такое ощущение, что Севастополь, если небольшой город, он не больше Твери, а то меньше, да? Сколько по численности? Ну, я думаю, что по численности он такой же, как Тверь, просто он очень разбросанный из-за того, что очень много бухт. То есть, он в пространстве больше, чем Тверь. А такое ощущение, что он буквально вот этими историческими памятниками, история пропитала его, вот как море, как соленая вода впитывается, да, вот в одежду. То есть, памятников на единицу площади, там максимально. Ребят, что больше всего вот так вот поразило вас в этой поездке? Понравилось, может быть, больше всего? Ну, понравилось, естественно, все места, которые мы посетили. Это, естественно, колледж, и школа, и Константиновская батарея тоже там были в музее. Там очень интересно было городские кладбища, естественно. А из природы. А из природы очень сильно понравилось. Ну, мне как человек, который первый раз туда приехал, очень сильно понравилось море. Первый раз? Да. Когда смотришь на него, не знаю, с пристани, там, такую бесконечность как-то чувствуется. Интересно очень даже было. Ага. Олег, а вам? Ну, я хочу еще добавить то, что вот мы побывали еще в городской больнице номер пять. Мы там, как фотографы, провели репортажную съемку. Там, получается, было вручение медалей тверских двум сестрам милосердия. Действующие больницы, да? Действующие сестры, которые сейчас работают, медицинские сестры. То есть фондом Екатерины Бакуниной была подарена медаль с сестра милосердия Екатерины Бакуниной. И то есть у вас уже будет такой вот репортаж, да? Сместа событий, можно сказать, да? Ну, как газетчики работали, можно сказать, да? Великолепно. И именно вы отметили, да, вот отец Роман, труд именно этих женщин, да, медалью Екатерины Бакуниной? Ну, дело в том, что да, Екатерина Михайловна Бакунина, она и прославилась, и состоялась как сестра милосердия именно в Севастополе во время его обороны в годы Крымской войны. И поэтому вот в каждую поездку, если у нас это получается, мы стараемся связаться с департаментом здравоохранения города Севастополя, которые идут всегда навстречу, и чтобы наградить каких-то очень заслуженных медицинских сестер города, вот награды Екатерины Бакуниной, чтобы и имя это жило и в Севастополе, и чтобы труд этих женщин, которые сейчас тоже в очень трудной обстановке трудятся, как-то был отмечен, и чтобы они получили такую хоть и общественную, но очень значимую награду. Я вот к чему спросила ребят, что понравилось, допустим, что запомнилось, ведь вам же встречать на следующий год, если все нормально будет, да? Друзей из Севастополя. Что здесь-то будем показывать? Мы с удовольствием. Тверская земля тоже очень богата. Можем мы и сами шевелиться сами. И дело в том, что мы просто, постоянно присутствуя на Тверской земле, привыкаем к этому. Да, что у нас есть. Да, что у нас есть. А если посмотреть, то Тверская земля настолько богата и традициями, и памятниками, и памятными местами, что нам есть что показать. И музеи прекрасные, и в Твери такие же радушные люди. И что? Чувствовалось, что мы очень похожи. То есть не чувствовалось, что мы приехали к чужим. Это очень важно, да. Вот, что важно. То есть мы приехали, и просто очень интересно и очень тепло. Вот правильно Саша сказал. Но люди родные, действительно, вот, не было барьеров никаких психологических. А вот я вспомнил еще такая была встреча на кладбище, на старом городском кладбище, когда мы посещали, вот где мы посетили храм очень интересный, всех святых 1820 года постройки. Где там, кстати, на этом кладбище тоже похоронены тверские защитники Севастополя. И когда мы зашли в храм, там сделали такую фотосессию, немножко я рассказал ребятам об этом храме. И подошла одна женщина, узнав, что мы из Твери. Вот, и говорит, Людмила ее звали. А вы знаете, что мой предок сейчас причислен к лику святых, он был тверским священником. И был расстрелян в 30-е годы в Бежицке. Ничего себе! И говорит, вы знаете, я никогда там не была, вот могли бы вы что-то узнать, назвала это имя этого человека, это священномученик Иоанн Томилин, который жил, служил в Бежицке. Вот после революции в сталинские годы прошел все, что прошла наша страна в те годы, и был расстрелян в Бежицке. И вот так в Севастополе встретить потомка этого человека, и встретиться с этим человеком вот в ту самую минуту, когда мы пришли на это кладбище, в этот храм, и она там оказалась. То есть вот такие встречи у нас были постоянно. Вот, как говорят, ничего случайного. Ну, они не были запланированы, но они происходили. Конечно, но ничего случайного, тем не менее, не бывает. Наверняка, что вот как вот кто-то сводит вас, значит, да, Божий промысел, да, этот роман скажет. А вот, кстати, узнали что-то, сообщили ей какую-то связь, поддерживаете с этой женщиной? Ну, вот сейчас я, да, навел справки об этом человеке, об этом священном ученике, ученике Бежицке. Я сейчас соберу такой материал, и, может быть, даже я хочу сделать большее. Мы, наверное, напишем икону этого святого и подарим этот храм, чтобы вот икона Тверского святого вот была в этом храме, и она там, я думаю, что будет вот просто востребована. Вот и женщина, да, сможет прикоснуться к памяти своего предка непосредственного. Да, вот такие бывают встречи вот в таких поездках. Вообще-то, вот, ребят, вы сами как чувствуете, вот просто чувствуете, нужны такие поездки? Да, конечно. Вашу жизнь они обогатили, сделали богаче. Кому-то еще это будет интересно? Конечно, будет интересно всем людям, которые именно интересуются историей. Либо просто людям, которые просто, ну, заинтересованы во всем. Ну, есть такие же люди. Ну, естественно, будет интересно. А в своей профессии вас что-то укрепило, то, что вы выбрали верную дорогу? Да, это, естественно, ну, иногда, естественно, делимся информацией с друг другом. То есть, ну, можно так сделать, можно так сделать. То есть, как-то с интересом к этому подойти. То, что нас дружил, так вот, то, что вот меня с Олегом. А раньше до этой поездки вы не дружили, нет? Нет, естественно, вообще. От этой поездки для себя, вот, как фотографы, получили даже опыт какой-то большой. То есть, чтобы поснимать такие вот мероприятия важные. Да, да, да. Требуется огромная физическая подготовка. Да, физическая. Физическая, да. Техника требуется. Здоровый образ жизни требуется. А техника тяжелая? Техника у нас тяжелая. Да, профессиональная техника тоже тяжелая. Профессиональная техника, это не то, что там человек, да? Как вы говорили, уже упоминали с телефоном. Мы не с смартфонами, мы ехали с аппаратами. И что вот отмечается, кроме общего высокого уровня подготовки, вот теперь ребята очень хорошо экипированы, современные студенты. Мы в свое время о такой технике даже не мечтали. То есть, связь поколений существует в том, что мы помним, как бы раньше, вот, мы снимали бы вот этот... Зенитами. Да, да, да. Зенит, который еще не доставил. Да, да. А теперь мы снимаем действительно эти проекты лучшей техникой и стараемся реализовать вот во благо общества. Отлично. Итак, мы ждем фото-выставку, да, из этой поездки. Мы ждем документальный фильм, да. Мы ждем еще рассказы. Наверное, где-то с кем-то будете встречаться. Вот мы, может быть, первые на широкую аудиторию такую рассказали, да. И что теперь на следующий год? Итак, это мы как бы подытоживаем уже. Ну, что планируется? Ну, планируется очередная поездка в Севастополь. Вот, дело в том, что в этом году была цель отснять объекты. А в Севастополе вот некоторые объекты, связанные с Тверским краем, они требуют ремонта запущенной могилы. Могилы, которые мы восстанавливали несколько лет назад, но их уже требуется обновить, покрасить, поправить оградку. И вот в следующем году будет такая вот такая миссия именно по уходу за могилами Тверских героев в Севастополе. Тоже с посещением экскурсий, тоже с проведением встреч со школьниками и с колледжем педагогическим. И в следующем году севастопольская группа приедет на Тверскую землю. Вот это очень важно. И мне бы хотелось, чтобы, если будем живы-здоровы, что называется, милости просим сюда в студию. Было бы интересно, да, с ребятами из Севастополя, как они относятся к таким визитам тверских гостей. Да? Как Афанасия Никитина, может быть. Вы Афанасия Никитина в чем-то городе Севастополь. Можно и так назвать. Уважаемые друзья, эфир подходит к концу, но я вижу, что у вас что-то такое припасено, Михаил. По облачению директора Тверского промышленно-экономического колледжа Антонина Анатольевна Куриловой, вот от имени нашей делегации, которая была в Севастополе и фотографировала, преподносим кусочек моря. Вот этюд называется. Бесценный подарок. Кусочек моря. Надо было... Смотрите, красота. Это где вы стояли на мысе Херсонес. Обалдеть, уважаемые друзья, смотрите, как краски переходят. Смотрите, да, как... Вот именно ласковое море черное в Севастополе, в окрестностях Севастополя. Это было снято на берегу Херсонеса неподалеку. Красота. И вот в таких вот красках будет вся выставка у вас. Да, в таких красках, да. Это общая тональность всей выставки. Уважаемые друзья, вот это не надо пропускать. Это стоит посетить. А мы скажем, где это будет, и, надеюсь, сделаем репортаж об этом. Понимаете, там и романтика, и история, и память, и патриотизм. То есть там и связь поколений. Эта выставка очень социально важная. Я вас благодарю за участие в программе. Тестра, вам огромное спасибо. Михаил, вам спасибо за то, что приобщаете наших детей к такому великому делу. Потому что мы сейчас часто говорим о том, чтобы наше поколение не осталось бесхозным, никому не нужным, что нужно их увлекать. Чтобы не попало оно в лапы других людей, которые ничего хорошего не научат. Наши студенты и ребята, с которыми мы общаемся, точно не попадут, потому что вот это вот зерно, оно действительно произрастает очень достойными всходами. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!